До других тем. Черговая охвяра воды. Несчастный случай, который произошел вчера на роте СОЖ, побоч с веслярной базой. С лодкой, на которой рыбачили двое мужчин, сутыкнулся плывучий кран. Один из рыбаков не потерпел, другой, про сутки проведенной у реанимации, помер. Марина Джалая с подробностями. Гэтые рыбаки, кажут на Гомельской городской ротовальной станции, часто выделили рыбу на СОЖы. В неделю они выплыли по своим обычным маршрутам, кинули якор, расклали снасти, прилады. И в забаве у бок их лодки по своим курсу вышла баржа, какая буксировала плывучий кран. По коль невядома, гэты высветлит следство, як здарылась, что люди не покинули небезпечное место. У вынеку отбылось сутыкнение, дно лодки проломилось, и рыбаки опынулись в воде. Один из них, 61-годовый мужчина, не потерпел. Другого, 74-годового, затягнула под баржу. Вахтенный наблюдатель увидел, что жизнь людей, находящихся на воде, угрожает опасность. Подал сигнал тревоги, и вместе с матросом-спасателем вышел к месту бедствия. Прибыв на место бедствия, помогли первого пострадавшего, который зацепился за цепь баржи, поднять наверх. Спросили, был ли кто-нибудь еще в лодке, сказали, что да, второй. Начали искать второго. И при объезде, когда стали объезжать эту баржу, они увидели, что из-под баржи струей выбросило второго рыбака. Сразу же он был поднят на борт нашего спасательного катера. Тут же началось реанимационное действие. Было передано сообщение в скорую помощь. И, проводя реанимационное действие, катер направился к понтону, чтобы скорой помощи было удобно подойти и помочь. Худкая по выклику выротовальников приехала им гненно. Дякучи реанимационным деянием, отрималась запустить сердце потерпелого. Але у притомность мужчина не пришел. Его отвезли в реанимационное отделение больницы худкой медицинской допомоги. В сутки урачи ротовали житие рыбака. На жаль, сегодня у 8-го дня ранится, мужчина помер. 14 июня в 8 утра поступил вызов на скорую помощь с набережной реки Сош. Поводом служило утопление. По прибытии бригады скорой помощи была констатирована у пациента клиническая смерть и проведены реанимационные мероприятия в полном объеме. Успешный пациент в тяжелом состоянии, в бессознательном состоянии, доставлен был в наше учреждение больницы скорой помощи. В течение суток состояние его оставалось крайне тяжелым, нестабильным. Находился на искусственной вентиляции легких, поддержке деятельности сердца и сосудов. К сожалению, все проведенные мероприятия были безуспешны. И сочетание его сопутствующих заболеваний, сердечно-сосудистых, вместе вкупе с утоплением, к сожалению, привело к смерти. Причина окончательной смерти будет установлена, конечно же, в комитете судебно-медицинских экспертиз. Во всех обстоятельствах трагичного ударения будет разбираться следствие. Ротовальники нагадывают, рака – это место, где нужно, как и на трассе, быть вельми уважливыми и берегчить свое життя, чтобы не пополнять тяжкую статистику. С начала года рыбак стал 17-й охвярой воды. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель».